Да, конечно же, люблю. Это самое главное слово, ребята. Вот такой он бурлящий поток биомассы. Не только в Харькове, конечно. За последние две недели десяток убитых на фронте. На биомассе весело. И про российской, и про украинской биомассе всем весело. Так было и в 2014 году. То есть, что я маю на УАЗе? За то, что в 2014 году, когда Майдан незалежности заполонила биобыдло масса с Белгорода, близлежащих российских городов, для того, чтобы оккупировать потом военными, там, танками, херянками, моторолами, гиркинами и ТД-бандитами Украину и Харьков. И тогда этой ваты, этого Сипарья было, ну, тысяча, ну, от силы пару тысяч на Майдане, на площади, бывшей Дзержинского. И они поперли захватывать ОДА. И никто из Харькова, из полтора миллионного Харькова не вышел отстоять свою ныненьку, Вечизну, Украину, город Харьков от Сипарья. То есть, всем фиолетово и всем пофигу. Даже если тут будут сыпаться грады, бомбы и тому подобная хрень. Погибать дети их не. Это биомасса. Она неистребима. Ее можно только осваивать. Под любым говном, претекстом заходить сюда и осваивать она будет послушно, слушаться. Так же, как и слушает сейчас Ирину Билык. Так бы было, если бы захватила банда Муравьева, бывшего, пару сепаров, тысяч смердячих. Так же захватила, если бы Харьков, то так же ж приезжала бы Ирина Билык при путятишной власти и спевала бы тут. И так же биомасса, это миллионами и сотнями тысяч, выходила, хлопала, улю-алю. Я говорю, масса биостада, оно неистребимо. У этого биомассы есть, конечно, единицы мыслящие. Но их настолько мало, что остальная быдло, биомасса, их покрывает настолько, что этих единиц здравого голоса не слышно и не видно, и никогда не будет, и не слышно и видно. Главное, чтобы сейчас, ну и радости, конечно, безвиз, Европа, Шмабропа. А то, что бойцы погибают на фронте, им похер, потому что это био-быдло-стада. То есть биомассы, био-стаду, похрен, чье оно. Лишь бы оно было под чьей-то опекой, лишь бы были концерты, лишь бы можно было погы-гы-гагакаться, выйти. То есть я тут не собираюсь нравоучильствовать для общества этого. Скажу несколько примеров, на что похоже это общество. Оно похоже на разум коллективный этого общества, оно похоже на разум недоразвитого, к сожалению, ребенка. Для которого, что хомячок помрет, сдохнет. Для собачка, котик, что человек в страшных муках или еще в чем-то. Он там еще палкой подойдет, ткнет его в труп. То есть ему это интересно, прикольно. И опять хочется играться, баловаться, хихихаха. Вот и того-то, на что похож коллективный разум этого сообщества. Которое хочет, как в Голландии жить. Ну уж проезжает на запад, в Испанию, Голландию, в Германию. И снимает, как тут. Не то, что у нас жопа в доме, лохатник, блин. Ну, понятно. То есть с теми ресурсами, что в Украине можно такую зажиточную страну сделать, что будет намного круче и Германия. А оно вот такое общество. Ему похорон, что за него погибают на войне и тому подобное. Оно недоразвито. С мозгом недоразвитого, ну неразвитого, неразвитого, малого, ребеночка. И что оно тогда хочет? Что оно ждет от себя, это общество? Ждет великих успехов. Ну, все, на деле получается, что вечно чморят. И оно, это общество, никак противодействовать против этого чморения, явного, наглядного, не может. Потому что мозжечок у этого общества неразвитый. Недоразвитый, неразвитой. Выходит, биомасса как бы, ну не то, что не подсудна, она не подлежит никакой критике. Не знаю, ну если бы вот хотя бы Ирина Билык вышла бы вот на сцену, миллионной толпы вот это, или там полмиллиона сколько собралась на Майдане незалежности и сказала, Ну шо биомасса, шо быдло, веселитесь? А на фронте за последние две недели десятеро из вас, из украинцев, погибло. Давайте хотя бы минуту молчания объявим. Биомасса, как вы? Давайте же. Хотя бы так. Хотя бы полминут. Ну хотя бы упомянула бы, что вот так. Похрен. 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 Продолжение следует...